всем привет друзья сегодня смотрите с вами приготовим вот такую вот вкуснятину это рулет с яблочной начинкой практически шарлотка но только немножко в другой интерпретации а как его готовить я конечно же вам покажу и расскажу пойдемте готовить подготовим друзья изначально начинку то бишь яблоки смотрите вот сколько у меня их уйдет не знаю пока что не знаю взял шесть штук здесь 900 грамм потом взвешу отходы и посмотрим сколько останется чистого веса яблоки я хочу сегодня почистить обычно я яблоки не очищаю когда делаю шарлотки что-то такое яблочное да сегодня хочу я их почистить потому что будем натирать на терке там кожица просто будет не совсем удобно вот все просто ножом или вот экономка есть такая штуковина да просто-напросто очищаем яблоки и потом уже будем их натирать на терке яблоки вот почистил теперь я не буду вырезать из них сердцевину семечки доставать ничего не буду сразу буду натирать на терке все просто крупная терка и просто трем яблоки по возможности вот доходя прям до самой сердцевины по возможности снимая как больше мягче и яблоки друзья берите послаще чуть позже я вам покажу для чего послаще нужно их брать конечно кто любит с кислинка берите с кислинкой цен любитель я люблю чуть слаще вот от яблока что остается вот так вот тру все яблоки все яблоки потерт далее друзья на этом этапе можно сразу же включать духовку на 180 градусов и ее разогревать смотрите беру противень обычный вот стандартный 30 на 40 застилаю его пергаментной бумагой пергамент ничем смазывать мы не будем если у вас будет противень ну чуть-то меньше не все они как бы стандартные где-то могут и отличаться не критично ничего страшного и вот эти вот тертые яблоки распределяем по пергаменту кстати яблоки взвесил отходов получилось 200 грамм с копейками было 900 копейками короче говоря чистого веса яблок примерно 700 грамм плюс-минус это тоже у кого-то больше там на одну крошку у кого-то меньше и начинаю распределять это все по пергаменту яблоки быстро темнеют не страшно никакими лимонными соками я брызгать ничего смешивать не буду так как у нас они будут проходить термическую обработку а при термической обработке так или иначе продукт он темнеет то есть мы никак не оставим их вот как они были изначально да нет и не вижу я совершенно смысла сохранять и чтобы они не темнели все и вот так вот мы равномерно яблоки распределяем для чего я говорил яблоки лучше взять послаще потому что сюда будет выливаться тесто для того чтобы просто их не подслащивать все и теперь минут на пять мы просто это дело отставляем и начинаем уже замешивать тесто делать бисквит смотрите беру 5 сырых средних яиц выливаем сразу в чашу где мы будем замешивать бисквит сюда же кладем небольшую щепоточку соли 150 грамм сахарного песка и чуть-чуть ванилина я положу друзья вот пол пакетика здесь полтора грамма я положу половину чтобы не горчила не кладите много ванилина будет слишком горько все и теперь вот эту вот массу нам нужно взбить чтобы она стала пышной и более стабильной сначала вот я включаю на минималку скорость и уже прибавляю и начинаю взбивать она будет белеть будет увеличиваться будет становиться более стабильный по времени не скажу всех мощность миксера разная но я думаю пять минут шесть минут четыре друзья смотрите сами я сейчас взобью и покажу уже массу какой она должна быть и почему именно вот 150 сахара запомните тоже формулу в обычный классический бисквит на одно яйцо идет 30 грамм муки и 30 грамм сахара все тут в принципе сложного ничего нет все друзья взбиваем вот друзья минут пять наверное я в среднем взбивал бисквитную заготовку смотрите насколько она увеличилась какая стала воздушная она поменял естественно цвет да все и далее сюда вводим муку 150 грамм муки высшего сорта и уже аккуратненько лопаткой снизу вверх движениями не торопитесь чтобы у вас бисквит получился пышный не осел аккуратненько аккуратненько начинаем вот так вот вмешивать муку снизу вверх это обычный классический бисквит сразу скажу никаких разрыхлителей ничего сюда класть не нужно так как у нас тесто очень легкое но не забиты никакими жирами то есть у нас нет тут не сливочного не растительного ни молока ничего нету ни сметаны мы разрыхлители никакие не вводим не нужно оно и так получится потрясающе бисквит очень вкусный воздушный и пышный все и вот так вот вмешиваем муку до тех пор пока она вся не вмешается не останется ну сухой да чтобы все вмешалось не спешить если начнете это все быстро взбивать взбалтывать весь воздух выйдет вы когда миксером взбиваете наполняется все это пузырьками воздух вот оно воздушное очень если сильно все сбалтать весь воздух выпустить мука конечно она войдет но потом деревянный бисквит будет это нехорошо вот аккуратненько все это делается очень очень быстро на ваших глазах еще минутку я помешаю и все и бисквит готов имея ввиду бисквитное тесто вот тесто все промешал и чтобы убедиться что у вас муки не осталось во всех направлениях его проверяйте и так подчерпните и так подчерпните если муки не обнаружили все значит ваше тесто готово тесто воздушное просто супер далее яблоки забыл я посыпать корицей друзья обычная молотая корица по вашему вкусу посыпается тут естественно уже без весов не любите корицу не посыпайте это уже все все строго на любителя посыпали корицу и вот сахаром если сильно кислые присыпьте немножко сахаром все и выкладываем тесто на яблоки и все очень тщательно распределяем делаем ровный бисквитный слой бисквитного теста лопаткой ложкой кто чем кто как вот так вот распределяем это тесто полностью по всей поверхности яблок друзья вот все тесто очень хорошо распределилось как раз на этот противень вот стандартный 30 на 40 5 яиц будет очень хорошо если у вас противень допустим чуть меньше возьмите 4 яйца и там 120 муки 120 сахара друзья уже регулируйте может быть кто-то будет на 30 делать это все уже индивидуально все и сразу же отправляем в печку выпекать до готовности бисквита по времени сколько будет выпекаться я вам скажу в разогретую духовку до 180 градусов вот такой друзья ароматную красоту я только что достал из духовки выпекался он у меня 20 минут конечно же у всех плюс-минус будет по-разному остал из противня уже на другой положил и теперь чуть-чуть дам остыть потому что очень горячо прям капельку даю остыть все прям минутку у меня наверное две остыл уже положил я его на коврик перекладываем переворачиваем вернее на другую сторону снимаем бумагу бумаг смотрите как хорошо снимается ничего не прилипло бумага чистая и все и начинаем нашу красоту скручивать в рулет формовать смотрите какая прелесть друзья скручивается очень все хорошо ничего не ломается где-то чуть-чуть трещины ничего страшного смотрите какая прелесть получилось у вас на глазах супер сейчас я в руки хочу взять но он очень еще горячий очень горячий смотрите какая красота все теперь дайте ему полностью полностью остыть лучше положить на что-нибудь деревянное или бумагу подстелить просто если на железо или на коврик оно будет оцаревать мокро будет становиться все теперь нужно дать полностью остыть рулет друзья полностью остыл я его уже посыпал немного сахарной пудрой смотрите какая прелесть получилась аромат просто потрясающий корица ванилин это просто не передать словами сейчас я вам кусочек покажу поближе режется как по маслу друзья он нежнейший честное слово вот смотрите какая прелесть и как много яблок он не пустой он не сухой он просто потрясающий я конечно же рекомендую вам очень приготовить такой рулетик вроде бы шарлотка но в таком интересном исполнении друзья да это очень и очень вкусно вместо яблок кстати можете поэкспериментировать попробуйте положите груши почему бы нет еще лучше будет аромат будет просто бомбический мне очень понравилось рекомендую 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 ну что друзья на сегодня я конечно же буду заканчивать но прежде вам говорю огромное огромное спасибо за ваши лайки просмотре комментарии просто вам огромное огромное спасибо за то что вы есть за то что вы со мной но и по традиции я конечно же вам пожелаю всем самого-самого приятного аппетита я с вами прощаться не буду а всего лишь навсего скажу вам до свидания всем пока пока друзья всем до скорых встреч пока